Всем привет! Это обзор Лего и его аналогов от Калины Красной. Лего наконец-таки показали официальное изображение новой специальной коллекционной серии мини-фигурок, посвященной вселенной Подземерья и Драконы. Это ролевая игра, которая появилась более 50 лет назад. В серии будет 12 новых уникальных мини-фигурок, которые радуют своими красочными нарядами и интересными аксессуарами. Серия официально поступит в продажу с 1 сентября, и стоить одна мини-фигурка будет 5 долларов. В данной серии мини-фигурок представлены различные расы из вселенной Подземелья и Драконы. Тут вам и эльфы, гномы, грифоны, тифлинги и многие другие. В общем и целом, это настоящий рай для коллекционеров фэнтези. Серия получилась по-своему уникальной, и я думаю, что датчане нас нескоро порадуют такой потрясающей фэнтезийкой. Что ж, давайте посмотрим на фигурки более внимательно. Первая фигурка Тифлинг-Колдун. Это человек с небольшой примесью демонической крови. И тут у нас сразу новые и топовые аксессуары. Новая прическа с тифлингскими рогами и хвостом. Также новые и необычные молд-молнии в руках. И в руках у Тифлинга маленькая фигурка очень милого ручного дракона. И внимание, две головы на выбор. Как бы это странно не звучало, в данной серии у большинства фигурок будет мужское и женское лицо на выбор. Также с двойным выражением лиц. В фигурке очень интересные принты насыщенного фиолетового цвета. Эльф Барт. Не принципиальный новый герой. Эльфы уже были в Лего. Однако у фигурки новая прическа с эльфийскими ушами. Яркие принты одежды и потрясающая лютня с детальными принтами, на которой Барт явно исполняет свои лучшие хиты. И просит за это заплатить ему чеканной монетой. У фигурки также два выражения лица. Мужское и женское. Халфлинг Друид. Друид как персонаж в Лего впервые. У фигурки очень интересные принты на турсе, на которых мы видим ожерелье из костей и небольшой подсумок. Также у фигурки новый молд капюшона с рогами. Посох, двухцветные маленькие ноги и питомец в виде птицы. Женщина Варвар из дворфийской расы. Здесь у меня немного разочарования. В том плане, что женский вариант лица, на мой взгляд, здесь не подходит. Да и прическа, которая тут идет с мужской головой, смотреться, на мой взгляд, вовсе не будет. Лего уже выпускали небольшого карлика Варвара, который выглядит куда более удачнее. У мини фигурки интересные принты на руках. Что-то вроде перчаток. Сзади есть принт Горна, а лучше бы это был аксессуар. Но самое интересное, это новая форма топора. Наконец-таки это одна деталь. Дракон Рожденный Паладин. Дракон Рыцарь из высшего сословия. Фигурка просто вау. Во-первых, у нее новый молд брони вместе с наплечниками, который выглядит невероятно крутым и массивным. Молд головы, к сожалению, здесь старый, но мы готовы это простить ради невероятно детальных и прорисованных принтов брони. Которые тут на 360. Они безупречны. Фигурка точно разойдется на кастомы рыцарей. Из аксессуаров здесь щит и стильная булава. Арококра Рейнджер. Это раса птиц и людей. Фигурка нас встречает новой головой Грифона и новыми крыльями, которые выглядят куда реалистичнее. Они неподвижны, но такой молд выглядит куда интереснее. Принты одежды тут не супер уникальные и интересные. Из аксессуаров лук и собака зачем-то. Гид Церай Чернокнижник. Раса гуманоидных существ. Фигурка радует больше своей детализацией принтов. Здесь всякие таинственные талисманы, ключи, склянки и подсумок. А также ожерелье в виде глаза и сам глаз посох. И новый молд волос. Илитиды или ловец разума. Вымышленные существа сеттинга. Это инопланетное существо больше похоже на Ктулху во плоти. Фигурка простая в черной мантии и вдобавок ему дали старший мозг. Это высшая форма доминирования илитидов, которую можно будет надеть на голову фигурки. В Леди Боле вымышленный персонаж. Защитница гордости Гила. Фигурка примечательна своей необычным новым молдом головы. Думаю, она только здесь и уместна. Мини фигурка особо не радует принтами и аксессуарами. Однако у нее есть прозрачный блок для левитации. Страт фон Зарович. Темный владыка Боровии. В армии лего вампиров прибыла. У фигурки отличный принт средневекового костюма, который подойдет для кастома. Дракулы. У фигурки плащ, меч, бокал без крови и черная крыса. А лучше была бы мышь. Таша королева ведьм. Это человек-чародей. Вы только посмотрите на эту симпатичную ведьмичку. Великолепный новый молд ведьминской шляпы с шикарными рыжими волосами и этой ухмылкой. Тут очень трудно устоять. Даже шрам ей к лицу. У Таши ведьминский костюм, магическая книга и котел с магическим огнем. Састем. Самый известный красный волшебник Тея. Простая, но очень устрашающая фигурка. Насыщенная красная мантия, из которой виден скелет и красный череп, делают фигурку довольно колоритным персонажем. По итогу у нас 12 потрясающих фэнтезийных фигурок. Это особенная коллекция, которая станет отличным ресурсником. А со временем приобретет еще большую ценность. Я не фанат данной игры и вселенной, но обязательно соберу все фигурки в свою коллекцию. А вы? Пишите в комментариях, как вам данные фигурки и будете ли вы их покупать. Также обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, колокольчик данному видео и вступайте в наш телеграм-канал и группу ВКонтакте, где мы выкладываем все новинки Лего и его аналогов. Всем пока!